Одним из самых интересных обитателей морских глубин является рыба-удильщик. Отталкивающая внешность, необычный способ охоты и отношения с противоположным полом заметно отличают его от других морских обитателей. В настоящее время цейротиформные или глубоководные рыболовы включают в себя дюжину семейств и более ста известных видов. Пасть морского дьявола огромна, украшена рядом острых, загнутых внутрь зубов. Вокруг рта могут быть подвижные кожистые складки, которые также помогают рыбе успешно прятаться в водорослях над ней и поджидать добычу. У рыбы нет чешуи, но у некоторых видов голая кожа покрыта чешуей, превращенной в шипы. У рыбы-удильщика очень плохое зрение и обоняние, его глаза очень маленькие. Рыба, поднятая на поверхность, выглядит совершенно иначе, чем на той глубине, к которой она привыкла. Раздутое тело и выпученные глаза являются следствием чрезмерного внутреннего давления. Еще одной характерной чертой этого вида является стержень, или теон. На самом деле это разросшийся спинной плавник, а именно первый луч. Рыба-удильщик лежит на дне, прячась в лэ и водорослях. Он включает свечение эски и тянет его так, чтобы это было похоже на движение маленькой рыбки. Чтобы поймать добычу, самка терпеливо ждет, пока она плывет к ней. Он втягивает в себя мелкую добычу, всасывая ее вместе с водой. Чтобы проглотить любопытную рыбу, требуется несколько миллисекунд. Иногда, благодаря своим развитым грудным плавникам, или выпуская струи воды через жабры, рыба-удильщик может прыгнуть вперед, нападая на добычу. Глубоководная рыба-удильщик размножается весной и летом, хотя на больших глубинах сезонных изменений нет. Лента икры может достигать 10 метров. Миллионы оплодотворенных икринок поднимаются в верхние слои воды, на глубину не более 30-200 метров. Личинки вылупляются там и некоторое время поедаются ракообразными и щетинистыми жвалами, накапливая силой перед предстоящей метаморфозой. Помните наша природа прекрасна. Поддержите канал лайком и подпиской.